Первый детский хоспис в Узбекистане открылся при Зангиотинской специализированной многопрофильной больнице. Представители министерств и ведомств некоммерческих, негосударственных организаций приняли участие в церемонии открытия. Об условиях, созданных в учреждении, материал программы. Название «Тоскин» говорит о том, что успокоение. То есть именно был конкурс среди граждан, чтобы на название. И 6000 голосов набрало название. Это отделение, хоспис позволит тому, что наши тяжелые детки будут получать квалифицированную помощь. Это не только отделение медицинское. Здесь работает психолог, здесь работает социальный работник, здесь специально обучены медсестры. И самое главное, они будут обучать родителей, как вести с этих пациентов. Мы начали с того, что 20-й в зависимости от нужды постепенно уже расширятся. В Узбекистане на учет по поводу онкопатологии было взято 687 пациентов детского возраста. Из них 4,8% – дети с четвертой стадии заболевания. То есть из 687 – 32 пациента. Нуждались в хосписной и палеоативной помощи. Но, к сожалению, предоставить эту помощь было практически невозможно. Сегодня сделан огромный шаг. И важно, что предложение о создании хосписа было поддержано многими организациями. И в первую очередь государством. Не остались и в стороне зарубежные партнеры. Этот хоспис, открытый в Узбекистане, необходим для детей с онкозаболеваниями. В процессе его создания использовался мировой опыт. Мы рады сотрудничать с вашей республикой в данной сфере и делиться своими наработками. Радует неравнодушие не только государственных, но и негосударственных организаций. Особенно благотворительных фондов. Надеюсь, что наше сотрудничество в сфере медицины продолжится. И будет столь же результативным. Основная миссия хосписа – улучшить качество жизни детей. И наполнить их жизнь любовью и заботой. Делать каждый день счастливее и радостнее. И все возможное, чтобы родители и дети перебороли эту болезнь. И в данном хосписе созданы все необходимые условия. В интерьерах использованы яркие краски, светлые естественные тона. Стены украшены картинками, рисунками с изображением цветов и героев популярных книг и мультфильмов. Отдельные просторные палаты, библиотека, игровые комнаты, а также кабинеты для изучения иностранных языков и занятий по интересам. Неизлечимые, казалось бы, недуги отступают под натиском позитивных эмоций и внимания близких. Но даже если чудо не происходит, пациентам жизненно необходимы яркие краски, свежий воздух, любовь родителей, общение со сверстниками и веселые игры. И именно поэтому частыми гостями хосписа станут артисты, волонтеры и все желающие помочь и поддержать, организовать игры, конкурсы и фотосессии. Улыбки на лицах юных пациентов лучше всяких слов скажут, что у болезни удалось отвоевать еще один день, превратив его в праздник. А это значит, он прожит не зря и в первую очередь теми, кто наполнил его любовью и заботой.